Промышленная премия Победителем первой премии индустрии стала компания BioCAD, разработчик уникального проекта по созданию инновационных препаратов на основе моноклональных антител. Статуэт генеральному директору BioCAD Дмитрию Морозову вручил лично Дмитрий Медведев. Мы этот проект осуществляли в рамках шести лет. Этот проект начался, когда была проведена инициатива бывшим президентом, ну, экс-президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым по созданию инновационных производств Российской Федерации. И мы стали одним из первых, кто в рамках этой президентской инициативы подал предложение Министерства промышленной торговли, нас поддержали. И вот шесть лет мы шли к тому, чтобы создать в Российской Федерации уникальный для этой страны научно-производственный комплекс, который позволяет создавать очень современные биотехнологические лекарства. На базе этого комплекса мы можем создавать лекарства любой степени сложности для лечения неизлечимых заболеваний и практически неизлечимых заболеваний, таких как онкология, такие как, предположим, рассеянный склероз, аутоиммунные всевозможные заболевания, болезнь крона, да, которые не лечатся пока еще современными методами, которые применяются в здравоохранении. Это дает задел на будущее того, что мы всегда будем находиться на очень передовой рубеже биологической науки и науки о жизни человека. К нам часто приезжают наши иностранные партнеры. Я могу сказать, что честно, что они очень сильно удивлены, что на таком уровне это все сделано, и таких достижений мы добились в очень короткий срок и с минимальными ресурсами. В 2013 году компания «Биокат» вошла в тройку ведущих российских фармацевтических компаний. Тогда же она вывела на рынок первый в России оригинальный препарат для лечения гепатита С. Напомним, премия «Индустрия» в этом году была вручена впервые. Учреждена она по аналогии с «Герменци Ворс», которую вручают в Ганновере. Обладателем премии может стать компания, которая существует на рынке не менее двух лет и вносит значительный вклад в развитие индустрии. В этом году на индустрию претендовали пять компаний из разных областей промышленности. Меня лично дает некое удовлетворение, что мы делали очень сложный проект, который являлся действительно вызовом в современной России, потому что он потребовал большого количества освоения новых технологических приемов, получения большого количества научных знаний и так далее. Одновременно с этим это дает очень большую импортонезависимость для Российской Федерации, потому что мы можем делать аналогичные продукты, как есть у современных ведущих промышленностей компаний, а может быть даже и лучше. На некоторых даже может быть лучше, и я думаю, что это большое, помимо косвенных эффектов, о том, что создается целое поколение молодых ученых в этом и задействовано, создается большое количество рабочих мест, плюс еще это реально, наверное, будет большой экономик для бюджета Российской Федерации, когда Минздрав будет покупать продукты у нас, а не за рубежом, как сейчас происходит. Да, приятно, но ведь понимаете, какая штука, эта награда, она ко мне относится в меньшей степени, в большей степени относится к тому коллективу, который этого достиг, а они, к сожалению, не здесь, они сейчас в Москве, в Санкт-Петербурге, еще во многих местах, где они по всему миру, где они сейчас работают, поэтому эта награда в основном предназначена тем людям, которые создают успех нашей компании.